А мы следим за церемонией открытия и к этой теме еще вернемся. В Беларуснефти заявили, дефицита топлива на АЗС в связи с приостановкой поставок углеводородов из России не будет. В стране создан запас бензина и дизеля. А вот заводы в Новополоцке и Мозоре решили снизить загрузку до технологического минимума, пока идет работа над заключением январских контрактов на поставку сырья. В концерне Белнефтехим также уточнили, прорабатываются соглашения не только на импорт из России, но и из альтернативных источников. На это время НПЗ вынуждены снизить загрузку, чтобы не допустить их остановки. Заводы в Новополоцке и Мозоре работают на накопленном в декабре сырье. На внутреннем рынке каких-либо изменений не ожидается. Заправки сейчас работают в штатном режиме. С точки зрения обеспечения внутреннего рынка ситуация стабильная. Всегда государственная система нефтепродуктообеспечения работает таким образом, что в первую очередь обеспечивается внутренний рынок, во вторую очередь идут поставки на экспорт. Сегодня даже при чуть сниженных объемах загрузки нефтеперерабатывающих заводов отгрузка с заводом не останавливается. Нефтепродукты поступают на 30 нефтебаз системы Беларусьнефть. И топливо имеется на всех заправочных станциях. Созданные запасы позволяют бесперебойно обеспечивать Республику Беларусь как физических лиц, так и юридических лиц. В последний день 2019-го, напомним, президент провел совещание с руководством нефтехимического комплекса и поручил оперативно заключить нефтяные контракты с Россией, чтобы обеспечить бесперебойную работу наших заводов. Также дано указание обеспечить альтернативные поставки нефти. Прежде всего, железнодорожным транспортом из портов Балтики. Но рассматриваются и другие варианты.